Здравствуйте, я Коннет Копленд, это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же начнем сегодняшнее библейское занятие. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и честь за Твое Слово. Мы принимаем Его, Господь. У нас есть уши, чтобы слышать сегодня. Мы открываем наши уши, мы открываем наши глаза для откровения с небес. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Хвала Богу. Поприветствуйте вместе со мной брата Джерри Суэллана нашей передачи. Джерри, пусть Бог благословит тебя. Спасибо. Я очень благодарен за то, что ты приезжаешь и записываешь эти передачи. Для меня это всегда честь и радость. Когда мы с тобой вместе. Да. Джерри, сейчас столько всего происходит во всем мире. Столько разных событий. И нам дана привилегия наблюдать за этими событиями и за тем, как они прогрессируют. И, конечно же, люди, которые не знают Слова Божьего. Да. Не понимают, что они видят. И они существуют день ото дня. С одной минуты до следующей. И думают, о, нет. Но когда вы знаете, что происходит. И когда вы слышите, то у вас нет потрясения по этому поводу, потому что вы не боитесь его. Просто прочитайте последнюю главу Библии. Даже несколько последних глав Библии. Мы побеждаем. Но что мы видим сейчас? Это коллапс вавилонской системы, которая по существу началась еще во время вавилонской башни с правления Немрода и подобных ему. Бог благословил Ноя и его сыновей. Он сказал им те же самые слова, что сказал Адам. Но два его сына поступили в точности, как Адам. Потому что Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее и владычествуйте. Но они решили, что могут обеспечить свои нужды и без Бога. А вот Сим, один из сыновей, остался верен. И к его потомству, конечно же, принадлежат Авраам, Исаак, Иаков и все остальные, включая нас. И вот мы видим две группы людей. Да. Вот есть две группы людей. Одни пытаются восполнить свои нужды без Бога. И они пытаются сообразить, как же это можно сделать. Но это невозможно. Да. Невозможно восполнить чьи-либо нужды при помощи естественных сил. Да. Мы видим, что это естественная вавилонская система, и эта идея существовала все эти века. Но она никогда не имела успеха. Ни разу. И мы видим, что эта система по всему миру разваливается. Мы первое поколение, которое видит, что она разваливается повсеместно и одновременно. И во всем мире хаос. Люди говорят, «О, Бог приводит суды на Америку». Нет. Суд приходит на всю эту систему. У Америки есть завет с Богом. Если у вашей страны, вашей нации, вашего правительства и прочее нет завета с Богом, оно вылетит в трубу. Верно. Но людям не обязательно следовать этому. Да. Послушайте, мы народ Божий. И если мы ищем прежде всего Царство Божьего и Его праведности, все эти вещи приложатся вам. И вам не обязательно прилагать их себе самостоятельно. Они приложатся. Не имеет значения, где вы живете. В глубочайших джунглях на земле, или на высочайшей вершине гор, в долине, где угодно. Не имеет значения. Небеса знают, что они делают. И Бог может дать вам необходимое. И Его решение сегодня неизменно. Оно всегда было таким. И это благословение Господне. Благословение Господне. Да. Вот в чем все дела. Благословение Господне помогло преодолеть сложные времена Аврааму, Исааку, Иакову. И оно помогает преодолеть их и джинни. И брат Кеннет в очереди, сразу же за тобой. Да. Когда вы осознаете это, вы начинаете думать при помощи обновленного мышления. И это важно. Это важно для Бога. Когда Он говорит, не уподобляйтесь миру сему. Он говорит об этой мирской системе. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. И что произойдет с вами? Когда вы будете это делать, тогда вы познаете и испытаете совершенную волю Божьей. Верно. И я рад, что я начал делать это больше сорока лет назад. О, да, я тоже. А не сегодня. Хотя вы можете начать делать это и сегодня. Но знаешь что, Джерри? Люди, которые начинают делать это сегодня, благодарение Богу, у них есть мы и наш опыт. Наши материалы, материалы многих других людей и служений, которые живут в этом уже долго. И вам не понадобится столько времени, чтобы воспользоваться необходимой для вас информацией, чтобы собрать ее. Вот что здесь так важно. Прежде всего, необходимо обновлять свой ум в отношении того, что вы в завете с Богом. Верно. И послушайте, между ним и мной кровь Иисуса. Уверяю вас, у меня завет с Богом. И это своего рода основание для всех остальных откровений. Всех. Вы получаете понимание своего завета с Богом, и тогда все остальное обретает смысл. Все в Библии обретает смысл. И вы становитесь человеком, обладающим мышлением завета, мышлением благословения. И ваша жизнь изменится. Ведь когда вы делаете это, у вас вырабатывается мышление, что Бог внутри меня. И мне не обязательно жить в этой вавилонской системе. Я отделен. Выйдите и отделитесь. И буду вам Богом. Как сказано в одном месте Писания. Слава Богу. Да. Знаешь, если рассмотреть каждую проповедь Иисуса... Меня так восхищает то, о чем ты проповедуешь. Я даже не начал. Я сидел здесь и десяти минут. Если рассмотреть каждую проповедь Иисуса, в каждом Его послании есть центральная тема. И я верю, что эта тема... Отважьтесь отличаться. Да. И достичь этого можно, имея понимание вашего завета с Богом. Это отличает вас. Тогда вы понимаете, почему Иисус сказал, «Они не от мира сего, точно так же, как и я не от мира сего». Что означает, как сказано в переводе «месседж», дальше, «Они не ограничены этим миром, точно так же, как и я не ограничен этим миром». И слово «ограничивать» означает очерчивать границы. То есть это значит, что вы получаете понимание своего завета с Богом. И вы больше не ограничены тем, что ограничивает весь остальной мир. Вы больше не очерчены его границами. Не имеет значения, через что они проходят и что их сдерживает. Это больше не сдерживает вас. Я не от мира сего. Ты не от мира сего. Люди, которые знают Бога, не от мира сего. Мы в этом мире. Но мы не от мира сего. Это значит, что я не должен быть ограничен, сдерживаем или замкнут тем, что ограничивает, сдерживает или замыкает их. Бог доказал это Исааку во время голода. 26 глава книги «Бытие». Но Бог пообещал ему, «Я буду с тобой, и я благословлю тебя. Я дам тебе силы преодолеть это». И одно из значений слова «благословлять» — это наделять силой и превосходить. 28 глава книги «Второзаконие» называет это «Быть главой, а не хвостом, быть вверху, а не внизу, возвышаться над всем тем, что происходит вокруг вас». И хотя все окружающие его страдали от голода, что сегодня приравнивается к бедственному состоянию экономики, потому что голод во время Исаака влиял на его активы, влиял на его чистый капитал. Ведь в его время капитал измерялся овцами, скотом, стадами. И если был голод, тогда скот гибнул, стада гибли. То есть от голода ваш капитал уменьшается. Но в Библии сказано об Исааке, что стал великим человек си. Это значит, что он продолжал приумножаться вопреки всему. Да. В одном переводе сказано, «он становился богаче день от дня». Да. Да. Даже посреди голода. В то же время все остальные страдали от голода. То есть это влияло на каждый аспект их жизни. А Исаак возвышался над всем. В этих же обстоятельствах. Да. Окружённый теми же условиями. Но у него был другой источник. И разница была в Завете. Господнем благословении. И дошло до того, что можно было с точностью определить, где были границы Исаака. Я имею в виду его землю. Потому что филистимляне стояли и смотрели, как их урожай сгорает под солнцем, не производя ничего. Но когда они смотрели на поля Исаака, кукуруза растёт, пшеница колосится, всё остальное произрастает. Я имею в виду всё то, что он мог выращивать. И он выкапывает колодцы и находит воду. А они — только сухие ямы. Вода в то время была бесценна, не так ли? И они начали завидовать. Время голода сильная засуха. Именно в этом сущность Завета. Да, он предназначен делать нашу жизнь лучше. Но я верю, что в итоге всё должно сводиться к тому, чтобы люди пришли к вам и спросили вас, «Как вы это делаете? Откуда вы всё это берёте?» Тогда вот что мы им ответим. Это Бог, которому я служу. Это Его Завет. Это Его благословение на наши жизни. Это Его милость на наши жизни. И у нас не только есть ответы на наши проблемы, у нас есть ответ на их проблемы. Я почти слышу своего духовного отца, Орла Робертса. Я слышу это. Я слышу его слова. Станьте частью ответа, а не частью проблемы. Да. И благословение Господне действует вместе с нами. Мы действуем в другой экономике. Наша экономика не засыхает. Она не жалуется, как это происходит с экономикой этой мирской системы. Наш излишек становится их источником обеспечения. Да. Вот кем мы должны быть. Верно. С 2008 года, когда начались эти жалобы на самую худшую депрессию, которую знал мир, с 1929 года, знаете, всё разваливается. До этого момента дела в нашем служении шли неплохо. Но начиная с того момента, когда восклицания стали громче, это худшее время. У нас началось самое лучшее время. И так длится до сих пор. У нас тоже, Джерри. У нас самое лучшее время. У нас с тобой не может быть самого лучшего периода в том, что мы делали, без того, что наши партнёры тоже переживают умножение. Потому что наше служение, наши партнёры — это одно целое. Мы едины. Они участники нашей благодати. Да, причастники нашей благодати. Их уровень тоже поднимается. И наш поднимается вместе с ними. И меня восхищает это. Как-то ко мне подошёл один джентльмен, очень успешный бизнесмен. И он сказал, «Я прохожу через самые сложные времена в моей жизни, но я приобрёл ваши записи о благословении и о хождении в божественной милости». И он сказал, «Я слушаю их днём и ночью. И уверяю вас, я выхожу из этой ямы. Я стал партнёром вашего служения. И вы обязательно увидите результаты». Я хочу сказать, что этот человек стал огромнейшим благословением для нашего служения. Но он принял на себя инициативу абсолютно погрузиться в Слово Божие, ещё больше узнать свой завет и узнать, как ходить в милости Божьей. И это изменило его бизнес. И он стал одним из наших самых больших жертвователей. Да. И пока наше служение превосходило, а люди в мире кричали, «Это самое худшее время», превосходили не только мы, но и он. Слава Богу. И много наших партнёров свидетельствует о том же. Джерри, есть одно местописание, одно из моих любимых мест. Вообще-то они все у меня любимые, но это место поднялось в моём духе, пока мы говорили об этом минуту тому назад. Если вам необходимо узнать волю Божью, и вы хотите знать, как снять с себя эти ограничения, потому что у многих людей такое представление, что это Бог, накладывает ограничения на то, как далеко они могут зайти финансово. Нет. Эти ограничения принёс дьявол, чтобы не дать вам достичь чего-либо, и иметь достаточно, чтобы исполнить Божьи призвания, и накормить свою семью, и делать всё остальное. Потому что здесь сказано «благодать», «милость Божья». Бог силён обогатить вас всякой благодатью, всякой милостью, чтобы вы всегда и во всём, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, на всё, что ему нужно совершить, на каждую нужду людей, включая финансовую. И если вы хотите знать волю Божью, вот она здесь. «Он из праха поднимает бедного, избрение возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его». Это Божий план. Он ненавидит нищету. Он не ненавидит нищих. Точно так же и мы. Да. Но уверяю вас, я ненавижу саму нищету. Я страстно ненавижу болезни и немощи. Я люблю людей. Я люблю бедных. Я люблю больных. Но я не хочу видеть вас бедными и не хочу видеть вас больными. В одном из переводов сказано, «Он поднимает бедного из грязи и возвышает нуждающегося из кучи мусора». Да. «И он возвышает их, чтобы посадить с лидерами своего народа». Аллилуйя. Существует огромная разница между копанием в мусорной свалке и сидением за конференционным столом. В этом вся Божья идея. Это наша история. Вот наша история. Да, да. Это наша история. Брат Джерри, поведи нас в этом. Что ж, я хочу начать со второй главы послания к Ефесянам. Во втором стихе есть такое утверждение. «Вы никогда жили по обычаю мира сего». А в другом переводе сказано, «Вы разрешали этому миру указывать вам, как жить». Что абсолютно нелепо. Они накладывают на вас свои ограничения. Верно. И, конечно же, Павел говорит здесь о состоянии их жизни до того, как Христос вошел в нее. Когда он говорит об этом прошлом времени, мне нравится называть этот период «до Христа». «До Христа». Прежде чем Христос вошел в мою жизнь или в жизнь какого-то другого человека, я разрешал этому миру указывать мне, как мне жить. И если мир говорил, что нужно разориться, тогда я разорялся. Если он говорил, что каждый должен заболеть в какое-то время, тогда в это время я заболевал. Если они говорили, что что-то никогда не произойдет, тогда это никогда не происходило. Если они говорили, что это невозможно, тогда это было невозможно. Что бы ни говорил мир, я не знал, что существует другой источник знания. Я не знал, что существует другой способ жизни, кроме того, какой предписывал мир. Вы знаете, что вы получаете этот опыт от своих родителей. Если они не понимали принципы завета Божьего, например, хоть мои родители и были чудесными людьми, христианами, они ничего не знали о Божественном завете. Не имели откровения о Нем. Они знали, что они любят Бога, они ходили в церковь и учили нас любить Бога, но я никогда не слышал, чтобы мои родители говорили хотя бы что-то о нашем завете с Богом. Единственное время, когда я слышал, как они употребляют слово «благословить», это когда кто-то чихал. Да. Вот до чего все свелось. И мы не понимали Господнего благословения. Вот насколько оскудело откровение. Это очень грустно, потому что благословение Господне очень важно. Мы находим его на первой странице Библии. Но из-за традиций, которые лишили Слово Божьей силы, мы продолжаем говорить об этих ограничениях, навязанных ограничениях. И произошло так, что никто уже не слышал о благословении Господнем. Никто не слышал о благословении. И это использует не только сатана, но и религия. Вы знаете, религия ставит ограничения Божьим людям. Но это не Божье намерение. Она навязывает их, не правда ли? Да. Знаешь, мир говорит вам, что все должны когда-то быть бедными или когда-то должны разориться. Если вы ходите в некоторые церкви, они будут говорить вам то же самое. Но мы должны ходить в церковь и узнавать то, как не уподобляться этому миру. Однако в некоторых церквях люди так сообразовались с миром, что ничем от него не отличаются. И там не получишь больше информации. Они злятся, если вы не уподобляетесь тому, чему они учат. Да. Все, что слышали люди, которым проповедовал Иисус, это закон. Да. Он пришел проповедуя благословение, проповедуя Евангелие бедным, нищим. Люди пришли в восторг. Они никогда не слышали о благословении. Они пришли в такой восторг, а вот другие люди разозлились. Да. И вот произошел конфликт. Но кто именно пришел в восторг? А кто разозлился? Разозлились религиозники, а язычники обрадовались. Да. И это было самой лучшей новостью, которую они когда-либо слышали. Они обрадовались. Кстати, они были в Назарете, где Иисус буквально определил свою миссию. Прочитав написанное у пророка Исаии, он сказал, «Дух Господень на мне, чтобы делать то-то и то-то». И тогда он сказал, «Проповедовать лето Господне благоприятное, то есть год Божьей благодати, год Божьей милости». И когда он донес это людям, религиозники настолько разозлились на него, потому что он не учил о бремени, о законе, о правилах и предписаниях. И дальше здесь сказано, «И дивился народ словам благодати Его». То есть, да как же это возможно? Ты все слишком упростил, ты все слишком облегчил. Это слишком хорошо. Что ты имеешь в виду? Ведь они знали только рабство. Ты хочешь сказать, «Бог не злится на меня?» Как ты можешь такое говорить? Джерри, мы слышали, как люди говорили и то же самое. Когда брат Орел Робертс пришел, проповедуя, что-то хорошее произойдет с вами. Да. Один человек сидел прямо передо мной и сказал, «Я просто злюсь, когда он говорит это, каждый раз». А я подумал, «А я не злюсь?» И он сказал, «Откуда он знает, что со мной произойдет что-то хорошее?» Я ответил, «Вас тогда это не касается. С вами произойдет что-то плохое». Он ответил, «Ну да, время от времени». Понимаете? Он пытается смешать плохое и хорошее, в его офисе. И он сказал, «Я начал говорить об этом на телевидении, что что-то хорошее произойдет с вами. Ты не поверишь, сколько партнеров я потерял из-за этого». Удивительно. Они хотели, чтобы с ними произошло что-то плохое, когда выиграешь, когда проиграешь. Нужно сохранить баланс. Но баланс, согласно Писанию, это не одинаковое количество веры и неверия. это не баланс. Нет, это не баланс. Да. Одинаковое количество веры и страха, это совсем не баланс. Совсем. Позвольте мне коснуться этого, прежде чем мы закончим. Он говорит о том, каким было наше состояние до прихода Христа. И далее, в 12 стихе, он говорит, что вы были в то время без Христа, очуждены от общества израильского, чужд с заветом обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Когда вы без Христа, у вас нет надежды. И главная причина в том, что вы чужды заветов. Когда вы не понимаете завет, тогда вы будете безнадежной личностью. И Павел говорит, вот как все было до того, как пришел Христос. Да. И очень грустно, что до сих пор есть много христиан, которые не понимают завета. И они до сих пор безнадежны. Они до сих пор чужды завету. Соответственно, когда они видят, как происходят негативные вещи, они начинают испытывать эту безнадежность. Но в тот момент, когда вы узнаете о том, что у вас есть завет с Богом, и вы понимаете, как он работает, и главное его преимущество — это благословение Божие. А главная черта благословения — это милость Божья. Тогда вы больше не безнадежный человек. Слава Богу! Наше время подошло к концу. Боже мой, мы с братом Джерри вернемся через минуту. Ты хочешь вернуться к посланию к Ефесянам, на котором мы вчера закончили? Послание к Ефесянам, вторая глава. Хорошо. Давайте прочитаем 12 стих. Что вы были в то время... Он говорит о том времени, когда Христос еще не вошел в нашу жизнь. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Еще одно значение слова «чужд» — это «незнакомцы». Итак, он говорит, что до того, как Христос вошел в нашу жизнь, мы не только были без Бога, безбожники, мы были без надежды, но также мы были незнакомы с заветами обетования. В большинстве церкви вы никогда не слышали об этом? Да, это точно. Для того, чтобы быть знакомым с этим, кто-то должен был вас с этим познакомить. Именно в таком состоянии я пребывал, когда ты в 1969 году приехал проповедовать Слово Божье в Шрифпорт, штат Луизиана, где я жил и рос. Я никогда не слышал ничего о завете Божьем. Я слышал слово «завет» в единственном случае, когда смотрел фильмы о ковбоях и индейцах. Да, я тоже. И у индейцев был кровный завет. Я думал, это кровь, это круто. Мы с моим лучшим другом сделали себе надрезы на руках и смешали нашу кровь, и мы заключили кровный завет. Но мы ничего не понимали о завете. И хотя я вырастал в христианской семье, где любили Бога всем сердцем, мы с сестрой ходили в церковь каждое воскресенье. Но мы никогда не слышали об этом. Я даже не знал, что слова «завет» и «завещание» — это одно и то же. Именно об этом я думал. Я тоже не знал этого. Я не знал этого. Это все религиозные традиции, навязанные, чтобы лишить Слово Божьей силы. Да. Именно с этой целью. Да. Но когда ты приехал в 1969 году, и я попал на твое последнее служение, где ты проповедовал церковь из Киния жизни, на этом служении ты упоминал завет Божий, благословение Божие, искупление от проклятия, благословение Авраама. Я никогда не слышал об этом. И после твоего отъезда, после этого последнего вечера, один человек принес мне записи твоих проповедей на бобине. Они записали на своем магнитофоне целую неделю твоих служений. Эта женщина пришла в мой дом и сказала, «Джерри, Бог сказал мне принести тебе эти записи, и если ты прослушаешь их, это изменит твою жизнь». У меня даже не было магнитофона, и я сказал, «Как же я могу их прослушать?» Она спросила, «У тебя нет магнитофона?» Я ответил, «Нет». Она сказала, «Я сейчас вернусь». Она вернулась и сказала, «Я надеялась, что у тебя уже есть магнитофон. Я не хотела давать тебе свой. Но она принесла мне свой магнитофон вот такого размера, который можно было поставить на тумбочку или на стол». И я начал слушать эти записи. Проповедь была на каждой стороне. В одной из них ты говорил о том, что произошло на кресте перед престолом. Ты говорил о бескуплении, о проклятии, о благословении Авраама и так далее. Я прослушал их. И тогда я познакомился с Заветом. Это обновило твой ум, не так? Это изменило мою жизнь. Это вывело тебя из одного образа мышления, чтобы ты познакомился с другим образом мышления. Да. Верно. И в тот момент, когда ты говорил о Завете, ты проповедовал о Завете крови. И в эту минуту познания Бога, познание моего Завета и понимание благословения стали предметом поиска всей моей жизни. Я не мог насытиться этим. Вот о чем я подумал. Я только что вспомнил кое-что. Когда вы изучаете религию, вам нужно изучать ее очень долго, многое запоминать, потому что все это не срабатывает и не работает, и это не имеет никакого смысла. Но здесь находится то, во что вы должны верить. Когда вы узнаете о том факте, что здесь работает обетование, которое было утверждено на крови Иисуса, ваше сердце сразу же жаждет этого. Потому что это реальность, это что-то настоящее, это что-то реальное. Это Бог и Его семья. И в течение всего нескольких дней это начинает открываться вам. Да. И есть люди, которые приходят и говорят, «Ну, ты рожден свыше всего лишь один год. Каким образом ты все это узнал?» Да. Ты знаешь, как это действует. Дух Божий просто начинает учить тебя. Он — Дух истины. Иисус сказал, что Он наставит вас на всю истину. Он будет вести нас на истину. Для этого не нужны годы. И после того, как я закрыл свой бизнес, первые три месяца я провел, углубляясь в Слово Божие. Я проводил в нем не менее восьми часов в день. Три месяца. В конце этих трех месяцев я был совершенно другим человеком в отношении того, как я думал, как я говорил, как я вел себя. Это было новое мировоззрение. И все это благодаря пониманию Завета Божьего. Конечно же, в этом Завете есть очень могущественная составляющая под названием Господне благословение. И одна из главных черт благословения — это благословение Божье. И именно на этом Бог побудил меня сосредоточиться в течение первых трех месяцев моего хождения с Богом. Я получил откровение о благословении Божьем. Когда это произошло, все в моей жизни начало изменяться. Я начал ожидать проявления этого благословения. Я начал ожидать проявления этого благословения Божьего. И это происходило. И я хочу, чтобы вы знали, в течение 14 месяцев интенсивного изучения моя жизнь изменилась абсолютно во всем. Все в моей жизни изменилось. То, как я думал, изменилось. Я начал ожидать, что Бог будет совершать то, что Он пообещал. Я начал ожидать, что эти обетования будут исполняться. И в результате они исполнились. Люди подходили ко мне и спрашивали, «Джерри, я помню тебя, когда ты работал в автосервисе. Почему все это происходит с тобой сейчас?» Я помню одного мужчину. «Для того, чтобы это произошло, нужно 20 лет». «Да». «А у тебя это произошло в течение полутора лет». Они не знали, что об этом и думали. Один мужчина провел 4 года своей жизни в семинарии и вышел оттуда злой как оса. Потому что это работало для меня, но не работало для него. Потому что все эти 4 года он изучал религию. И я сказал, «Знаешь, в чем различие между мной и тобой?» Ты, возможно, мог бы сказать мне, во что был одет Павел, когда сидел в тюрьме в Филиппах, и где он написал письмо христианам в Филиппах. У меня нет ни малейшего представления о том, во что он был одет. И мне все равно. Но я могу сказать тебе, что он говорил, и я могу сказать тебе, как это применять в жизни. Помню, как-то я прочитал, что Смит Вигельсворд служил в группе студентов семинарии, студентов библейской школы, и один из них спросил, «Брат Вильсворд, почему это работает для вас и не работает для нас?» И он ответил, «Различие между мной и вами в том, что у вас набитая информация голова, а у меня расширенное сердце. Вы знаете кучу всего о религии». Я был один молодой человек, с которым я учился в университете Орла Робертса много лет назад. И я был удивлен, когда Бог призвал меня в служение после окончания всего лишь одного семестра. Я думал, я буду учиться здесь, пока не получу диплом. Да. Но пока я там учился, Бог работал со мной, обучал, тренировал. И я много времени проводил вместе с братом Робертсом. С братом Орлом Робертсом, когда он служил, и я мог наблюдать за служением веры, освобождение, исцеление и так далее. Но как только я вошел в служение, Бог также познакомил меня со служением брата Хиггена. И он учил меня тому, как все это работает, потому что эти духовные принципы работают. Я узнал тот факт, что Слово Божие должно стать наивысшим авторитетом в моей жизни. Джерри, и в то время достаточно было всего лишь трех месяцев, чтобы вывести меня на тот уровень, где мне нужно было пребывать, чтобы продолжать служение. Так вот, через несколько лет этот молодой человек подошел ко мне после одного из моих служений и захотел позавтракать вместе со мной. Мы пошли завтракать вместе. И вот он сказал во время завтрака, Кеннет, слезы выступили у него на глазах, потому что его сердце было искренним, открытым к Богу. Сказал дружище, я учился в университете, я делал все. Он исполнял все, что ему говорили, что он должен исполнить. Верно. Но ты делаешь все то, что я хочу делать, а я до сих пор даже не знаю, что я должен делать. Он просто был сломлен. И вот разница между обучением Слова Божьего и Духа Святого и религиозным обучением и образованием. И поймите меня правильно, образование — это хорошо. Но если вы не знаете Слова веры, если вы не знаете Слова Божьего, вы по-настоящему не образованы. Или сколько у вас дипломов. Не имеет значения, сколько лет вы потратили на образование. Но в наше время все изменилось. Есть образовательные учреждения, где вы можете обучаться. В то время, чем больше времени вы в них проводили, тем более неполноценными вы становились, потому что это всего лишь преобладало в вашем мышлении. Но по-настоящему вы становились профессионалами в неверии. А сейчас есть различные способы и места и церкви, куда можно приходить и обучаться. Откуда можно выйти обученным в том, о чем мы говорим здесь? Что ж, в то время, когда мы с тобой приняли это учение, ты вошел в полное служение в 1967 году. Я вошел в него в 1969. Большинство библейских образовательных учреждений преподавали конфессиональные убеждения, религиозную традицию. Если бы в 1969 году существовал библейский учебный центр Рэма, я бы был там. Я бы был там в первый же день, понимаете? Им бы пришлось прогонять меня. Но задумайтесь об этом. В то время даже еще не существовало термина церковь слова веры. Не существовало. Я помню, когда я покорил свою жизнь, чтобы войти в служение полного времени, люди со своими самыми лучшими и искренними побуждениями пытались послать меня в семинарию. Они говорили мне, это единственный способ узнать Слово Божье. Как ты станешь проповедником, если не пойдешь в семинарию? Что ж, я полагал, что они знают об этом больше, чем я. Я был совсем новичком. И я был готов исполнять все то, чего хотел от меня Бог. Я начал исследовать все те семинарии, из которых выпускались люди в этой конкретной церкви. И Господь сказал, «Я не хочу, чтобы ты шел туда». Я спросил, «Господь, тогда как я стану проповедником? Как я буду обучаться Слову Божьему?» И Он сказал, «Если я не смогу научить тебя, я уверен, что эта компания тоже не сможет». Но ты уже был в состоянии слышать голос Духа Божьего. Да. И причина в том, что твой ум пребывал в процессе обновления по Слову Божьему. Ты не считал странным, что Бог будет разговаривать с тобой. А вот если бы ты поехал и провел полгода, или два-три года в той семинарии, ты никаким бы образом не достиг бы этого уровня. Ты даже бы не ожидал, что Бог будет говорить с тобой. Ты бы даже не ожидал этого. И дело вот ещё в чём. Люди говорили мне, что я должен сделать что-то, но я хотел увидеть, что это дало им. И я наблюдал за этими парнями, которые окончили эту семинарию. Даже не смей, братцы. У них была масса этого религиозного знания, но оно не работало для них. Не работало. Они выходили из этой семинарии через четыре года, и им приходилось продавать обувь или ездить на грузовике, потому что они не могли обеспечить свои нужды. Было очевидно, что они ничего не узнали о Завете, они ничего не узнали о Господнем благословении. Но этот зелит работал для меня. Более того, они даже и не думали, что он должен работать. И это опасно. Да. Но первое, что ты узнал, когда мы углубились в Слово Божье, это то, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И поверие, что было по милости, или по благодати, как сказано в одном из переводов, дабы обетование было не приложено для всех. Потомков. Да. И вот теперь нужно посвятить время тому, чтобы изучить это. Да, верно. Даже несколько минут изучения полностью изменят вашу жизнь. Должны изменить. Да. Когда вы изучаете Завет, тогда вы узнаете, что невозможно отделить Завет от жизни в победе. И если вы чужды своему Завету, тогда вы также будете чужды победоносной жизни. Да, это здорово. Если вы чужды своему Завету, тогда вы также чужды тому образу жизни, который Бог предназначил для вас. И когда это стало реальностью для меня, тогда я никак не мог насытиться изучением этого Завета. Я помню, ты прислал мне комплект книг Эви Кеннина, когда я только пришел к Господу. И первая книга, которую я открыл, была маленькая красная книжечка приблизительно вот такой длины и вот такой ширины под названием «Завет крови». «Завет крови». Уверяю тебя. Я начал читать ее. Я сидел в этой гостиной в своем доме, где стояла старая мебель, потрепанная, изношенная, приобретенная в уцененных магазинах. Диван, который у нас был, моя теща увидела в двери одного дома. Люди ожидали грузовик, чтобы он отвез его на свалку. И она сказала, «Не выбрасывайте его. Мой зять может его использовать». Мы его отреставрировали и... Такие вещи Глория называла очень уцененными. Очень уцененными. Мы еле-еле сводили концы с концами. У меня было столько счетов, что я даже не мог представить, как я их оплачу. Я изучаю Библию, а также эту книжечку о Завете в крови. Я сижу в гостиной этого дома, на этом несчастном диване, и скажу тебе, этот дом больше не мог меня удержать. Мне нужно было встать и обижать вокруг дома. Я восклицал. Мои соседи подумали, что я сошел с ума. Что происходит? Я так и знал, что этот парень потерял здравый смысл, когда влез в эту Библию. Я буквально бегал вокруг дома, восклицая. И это так чудесно. Я помню еще одного человека. Он был учителем Библии. Я ходил к нему домой, чтобы изучать Библию. Однажды утром он пришел ко мне и пригласил ехать вместе с ним в Токсаркану. Он должен был проводить там изучение Библии. Я взял эту книжечку и положил себе на грудный кармашек. По дороге в Токсаркану я снова начал читать ее. Я никак не мог насытиться. Он посмотрел через плечо и сказал, «Что ты читаешь?» Я ответил, «Я читаю книгу под названием «Завет крови». Он спросил, «Кто ее написал?» Я ответил, «Эй, Кеннион». Он сказал, «Выброси ее в окно». «Что?» Он сказал, «Это ересь». «Ты что, шутишь?» Я даже не был уверен, что я знаю, что такое ересь. Но что бы это ни было, это не звучало хорошо. И я сказал, «Эта книга изменяет мою жизнь». Он сказал, «Из-за нее ты только вляпаешься в проблемы». Я сказал, «Я не понимаю этого, но я не буду ее выбрасывать». Не прошло и года, как эти принципы уже работали для меня. А он уже даже не был в служении. Он боролся с раком в своем теле. Он боролся за то, чтобы сохранить свой брак. И он советует мне не изучать то, чему я не должен быть чужд, как говорит Библия. Это завет. И у него не было никакого понимания этого завета. Если бы было, он бы остался в служении. Он бы пережил исцеление. О, да. Он бы пережил обновление своего брака. Но хотя он был христианином, он был проповедником, но он оставался чужд своему завету. Он не был знаком с обетованиями. Он не был знаком с благословением Господним. И чем больше вы знакомитесь со своим заветом и с благословением, это будет производить милость Божью в вашей жизни. И тогда жизнь, полная победы, не будет далеко от вас. Джерри? Когда я впервые прочитал эту книжку, «Завет крови», я чувствовал это. Я ухватывался за это откровение. Я подумал, неужели это правда? Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил об этом. Я продолжал изучать это и рассматривать это. Однажды вечером ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, «Посмотри значение слова «завещание». Я нашел его в английском словаре. Оказывается, это старое английское слово, обозначающее завет. Если говорить о завещании и «завете», о завещании, которое составляет человек, чтобы потом передать его, у него нет желания, чтобы это завещание было нарушено. Я спрашивал себя, «Неужели возможно, чтобы Иисус был моим кровным братом?» Понимаешь? И с того времени, как мне дали эту книжку, как-то я летел обычным рейсом из Юстона в Форт-Уорд. Эта книжечка была у меня в кармане. Я вытащил ее и начал ее читать. Я сидел на том переднем сидении, где перед вами перегородка. И моя нога натолкнулась на перегородку. Я стал стучать своей ногой по этой перегородке. Я просто забыл, где я нахожусь. Я настолько был вдохновлен откровением Божьим, что просто забыл, где я. Так же, как и ты. Я так хотел вскочить и бегать. И вот подходит стюардесса с тележкой, со спиртным. Она приближается ко мне с широкой улыбкой на лице. И спрашивает, «Сэр, я хотел вам предложить?» И потом, «О, нет, вам уже достаточно». И она отвернулась и пошла дальше. Наверное, у меня были такие, знаете, глаза. И она подумала, что будто я в самом деле пьян. Но я был пьян Словом Божьим и пьян Духом Святым, как в день Пятидесятницы, когда учеников посчитали пьяными. Пьяными от вина. Но я был пьян от Слова Божьего. И это произошло, потому что я знакомился с Заветом. И эта книжка привела меня к другим местам Писания, которые мне нужно было увидеть. И это утвердило откровение в моей душе, что между мной и Богом лежит кровь, и это кровь Иисуса Христа из Назарета, на основании которой Он поклялся всеми этими словами. «Между мной и Богом кровь Иисуса Христа». Это клятва, Его обетование, клятва, утвержденная на крови Иисуса. И это так священно для Бога. Он говорит об этом в восемьдесят восьмом псалме. «Не нарушу Завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». То есть, если вы находите Его обетование, тогда Он пообещал, что я никогда не нарушу этот Завет. И что это даёт вам, когда в вашей жизни есть нужды, и вы не можете обеспечить их сами? Они выше ваших естественных возможностей. Но Божий Завет говорит, «Мой Бог восполнит все ваши нужды». Вы можете стоять на этом. Это даёт вам надежду. Это даёт вам уверенность даже в тех ситуациях, которые кажутся безвыходными. И вы полагаетесь на этот Завет. Вы выдвигаете требования к этому Завету. И благодаря этому приходит благословение. Я помню, как это было со мной, и это греховное сознание из-за традиционных представлений. Когда я впервые пришёл к Отцу во имя Иисуса и стоял на этом, у меня было чувство страха, и у меня дрожали колени. И это неправильно. В Библии сказано, «С дерзновением приходите к престолу благодати». Точно так же можно сказать, «Приходите с дерзновением к престолу Завета». И я сказал, что чем больше я приближался, тем больше я осознавал. Я должен иметь дерзновение в этом. Здесь кровь. И благодаря этой крови Иисуса, Бог видит меня не просто старым грешником, спасённым по благодати. Он видит меня новым творением во Христе Иисусе, со всеми правами и властью небес. Когда я сделал это, совершил это. Представьте, что это значит. Когда вы принимаете причастие, вы можете принимать причастие над этими местами Писания и просто стоять на них. Стоять на этих местах Писания об исцелении. Принимайте причастие над местами Писания об исцелении. по вере, что было по милости, дабы обетование было непреложено для всех. Я потомок Авраама. Я семья Авраама. Мы с братом Жири вернемся. Скажу тебе, это привлекло мое внимание, когда мы говорили об этой главе вчера. С самого начала это бросилось мне в глаза, что Бог не злится на меня. Он не злится? Да. Это огромное откровение. И я подумал, неужели это возможно? Знаешь, вы начинаете думать таким образом, неужели это может быть? Зачем спрашивать о таком у любящего Бога, в котором нет ни тьмы, ничего плохого? Только лишь доброта. Потому что мы разрешили, чтобы наше мышление формировалось греховным сознанием. Сознанием неудачи и этими религиозными представлениями о Боге. Да. И это плохо. Потому что этот Новый Завет с начала и до конца предостерегает от этого. Поэтому не делайте так. Я слышал одну проповедь брата Кейта Мора относительно обновления вашего ума и преобразования. Джерри, тебе это понравится. Учитывая твой опыт работы в мастерской по ремонту и покраске автомобилей, он использовал этот пример относительно «Преобразитесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Когда ты берешь кусок металла и просто опускаешь в один из красителей, ты опускаешь его туда, и эта штука опускается на него с давлением и формирует этот металл. И когда он выходит оттуда, у тебя получается готовое крыло или какая-то другая деталь, которую ты там формировал. И Павел сказал, что когда вы вкладываете в себя Слово Божие и размышляете о нем, вы позволяете Духу Божьему работать через его учение и воспитание. Его давление приходит на ваш ум и перестраивает его. И для этого не нужно ждать 10 лет. Достаточно 10 минут, если вы обратитесь к Слову Божьему с приезжанием и скажете, «Все, что я увижу, для меня истина». И когда Слово Божие поднимается, у вас получается совершенно новая форма, деталь, которая не борется с верой, не борется с слышанием Бога, не борется с обетованиями Бога. И причина в том, что теперь его мысли стали вашими мыслями. Да. Знаешь, недавно я открыл новое определение или другое определение слова «обновлять». Оно означает «улучшать». То есть, когда вы обновляете свой ум Словом Божьим, вы улучшаете свое мышление. То есть, потерять свой естественный ум из-за Библии неплохо. Нет, совсем нет. Именно так нам говорили много лет назад. Да. А неужели вы не читаете ничего другого? Нет, не читаю. То есть, я имею в виду, конечно же, мы читаем другие материалы, но они пытались сказать и когда-то этому учили, «Вы можете потерять свой ум из-за Библии». Ну да. Надеюсь. Именно такое у меня намерение. Есть люди, которые скажут, «Копланд, ты не в своем уме». Я отвечу, «Да и не беспокойтесь». Рад, что вы заметили. Я наслаждаюсь этим. У меня ум Христов. Да. Аминь. Именно об этом говорит Павел здесь, в послании к Ефесянам. Он начинает говорить о том, что было прежде. Вот какой была ваша жизнь до того, как Христос вошел в нее. И в послании к Ефесянам 2.12 в переводе «Месседж» сказано, «Вы были посторонними для Божьих путей, и у вас не было никакого представления, и вы не знали ничего о том, как работает Бог». Это было прежде, чем Христос вошел в нее. Отлично сказано. Это глубже, что вы думаете. Вы ничего не смыслите. В том, как работает Бог. В том, как работает Бог. И я ничего не знал об этом. Самое первое — это искупление. Да. И как ты сказал несколько минут тому назад, Бог не злится на вас. Сейчас это нам понятно. Но в 1969 году это была очень глубокая мысль для меня. Это большое откровение. Потому что, хотя я воспитывался в христианской семье, все, что я слышал, это «Бог доберется до тебя», понимаешь? Да, Бог до тебя доберется за все это. Это производило впечатление, что Он злится на вас. Жерри, в то время была очень популярная христианская песня «Бог доберется до тебя за это». Представь себе. И когда я записал песню «Мы стали Божьей праведностью», христианские диджи не хотели крутить ее на радио. Это ересь, это ересь. Удивительно, не правда ли? Да. Но зато Бог доберется до вас за это. И мы росли с этим мышлением, что Бог злится на вас. Но когда я впервые узнал, что Бог не злится на меня, вообще-то в этом вся сущность Голгофы. В этом вся сущность искупления. Если соединить это с откровением о милости Божьей, Бог не злится на меня. И Бог склонен проявлять Свою милость. Иначе говоря, Божьей наклонности относительно Его народа это «что я могу сделать для вас?» Я склонен проявлять милость. И это не основывается на каких-то ответных заслугах. Благословение Господне, оно обогащает. Да. И печали с собой не приносит. Еврейское слово, переведено как «печаль», означает «изнурительная работа» или «заработок в поте лица». Верно. Иначе говоря, Он не ждет, что вы будете зарабатывать это. Он ожидает, что вы будете послушны Ему, потому что Он хочет, чтобы вы делали это. И мне нужно прочитать этот отрывок. Именно это местописание донесло это до меня. Я только начал изучать тогда завет крови, и я начал знакомиться с Ним. Я уже больше не был чужим этому завету. Я просто вернулся сюда и осознал, «Эй, посмотри сюда». В 53 главе Исаии изображен Иисус на кресте. А 54 глава книги Исаии это событие после воскресения. «Бог обращается к церкви». И я читаю это. «Так говорит Господь». «Искупитель твой» Святой Израилев. «Богом всей земли» назовется Он. И дальше, в восьмом стихе. «Говорит Искупитель твой Господь». Далее, в девятом стихе. «Ибо это для меня, как воды Ноя». И что это значит? Спросите любого христианина в любой церкви. Да. Скажите, погибнем ли мы из-за потопа? Снова, как это было в одни Ноя? Нет, 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 нет. Именно поэтому у нас есть радуга. Да. Это был завет. Радуга. Да. В котором Бог пообещал не будет уже потопа для истребления земли. Верно. Вы слушаете? Послушайте. Это для меня, как воды Ноя. Это завет. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя. Не злиться. Не злиться и не укорять тебя. горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя на иврите это мой хесет мой завет не отступит от тебя и завет мира моего не поколеблется. Говорит милующий тебя Господь. Я больше не гневаюсь, говорит Господь на вас и не злюсь. И никогда не буду злиться. А теперь примените это к сказанному в Евангелии от Луки. Именно об этом восклицали ангелы, когда говорили мир на земле. Благоволение к человеку. Вот этот стих. Я больше никогда не буду гневаться на вас. Почему? Потому что жертва на земле она почти совершена, потому что его уже не убрать. Иисус родился. И это не значит, как сказано в одном из переводов, благоволение в людях. Да. Это благоволение к людям. Война между Богом и человеком закончилась. Чудесно, не правда ли? Она закончилась с приходом Иисуса. И когда он воскрес из мертвых, тогда началась полнота действия. Уверяю. Джерри, скажу тебе, этого места недостаточно, чтобы я мог воскресить. Это основание всего. Это просто сразило меня более 40 лет тому назад. И это основание всего. И этот восторг меня не оставил. Меня поражает, что в наши дни остаются христиане, которые продолжают думать, что Бог злится на них. Да. Пока вы думаете так, как вы можете рассчитывать на то, что Он исполнит Своё Слово в вашей жизни, если Он злится на вас? Если вы не можете получить это откровение, тогда вы будете до конца своей жизни сомневаться в том, хочет Бог, чтобы вы были исцелены или нет? Хочет Бог, чтобы вы преуспевали или нет? И это открывает вас к осуждению. Мне казалось, что я достаточно взрослый, чтобы научиться не совершать этого. О, Боже, мне так жаль. Да. О, Господь. Нет никакого осуждения тем, кто вы Христе Иисусе. Почему? Потому что Он не злится на вас. Он рядом, чтобы помочь вам. Ваше прощение уже доступно. Дело не в том, чтобы заставить Бога простить вас. Дело в том, чтобы принять прощение, которое уже пришло. Это составляющая нашего завета. И осуждение... Послушайте, я сейчас обращаюсь к кому-то, это важно. Осуждение никогда, никогда ничего не изменило. Вы можете осуждать себя из-за чего-то сорок лет, и это ничего не изменит. Вы можете прийти к Господу и сказать, Господь, я каюсь, я принимаю свое прощение. А теперь послушайте следующий пункт. Это тоже обетование в первом послании Иоанна. И мое очищение от всякой неправедности. Оно мое. Я принимаю его. Это не может быть так легко. Вся сложная работа уже исполнена. Иисус совершил все, разве что не помолился этой молитвой вместо вас. Он не может помолиться вместо вас вашей молитвой. Но Он не злится на вас. Никогда не злился и не будь. А теперь возьмите этот стих, и вы получаете откровение о том факте, что Бог не злится на вас. А затем обратитесь к Евангелию от Иоанна, где Иисус говорит, покажи им, что ты любишь их точно так же, как ты любишь меня. Глава Иоанна. Он не злится на меня, и Он любит меня точно так же, как Он любит Иисуса. Если это откровение для вас, тогда вы больше никогда не сможете жить в неудачах и поражении. Не сможете. Знаешь, Джерри, когда я прочитал это впервые, я был еще студентом университета Ролл-Робертса, это восхитило и испугало меня одновременно. Я подумал, неужели это может быть правдой? Я подумал, а это правда. Иисус молился. И когда я начал читать это, я сказал, и я приведу себя в согласие с каждым словом этой молитвы, потому что я верю, что Иисус молился в вере. Я верю, что все это исполнится. Я дошел до этого стиха и подумал, это может быть правдой? И я сказал, Боже мой, мой Отец Небесный любит меня настолько же сильно, насколько он любит Иисуса. И, конечно же, дьявол попытался вмешаться и сказать, за кого ты себя принимаешь, почему ты ставишь себя на один уровень с Иисусом. Именно в этом обвиняли Иисуса, что он сравнивал себя с Богом. Верно. Но на то время я еще недостаточно читал Писание, чтобы помнить, сказано в послании к филиппийцам, там написано, пусть у вас будут те же помышления, что и во Христе Иисусе. Он не почитал хищением быть равным Богу. И я не верю, что это хищение называться сонаследником со Христом Иисусом. Нет, если Библия называет нас так. Нет, это ничего не похищает у Бога, наоборот, это делает его больше. Да. Аминь. Но я продолжал повторять это, и я продолжал читать это, и я носил это с собой. Я питал этим свои глаза, свое мышление, и не прошло много времени, только несколько дней, и, о, мне казалось, внутри меня полыхающее пламя Божье. Это убрало осуждение из моего ума. Верно. И вот далее. Он больше не злится на меня. Если вы до сих пор думаете, что он злится на вас, и вы до сих пор думаете, что он не может любить меня точно так же сильно, как он любит Иисуса, тогда вы остаетесь чуждой этому завету. Вот именно. А пока вы остаетесь чуждо этому завету, вы никогда не будете жить той жизнью, которую Бог хочет дать вам. Нет, 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 потому что это сделает вас... Давайте вернемся к этому месту Писания. Нам нужно указать на это. Что вы были в то время без Христа. Вы были без помазанного и без его помазания, которое снимает бремена и разрушает ермо. отчуждены от общества израильского. Это важно. Да. Вы никогда не сможете думать, что Божья цель для меня быть богатым. Потому что вы будете слышать, как люди говорят, да, но это касалось столько евреев. Что? Нет. Это было для Авраама. Да. А я ведь... А я семя Авраама. Аминь. Да. Я так восхищен, что не могу удержаться, чтобы не проповедовать. Мне хочется остановиться и проповедовать, проповедовать, проповедовать. Вы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды. Если у вас нет никакой надежды, у вас нет никакой веры. Аминь. Да. И это ужасный образ жизни. Без Бога посреди этой вавилонской системы. Да. Это плохо. Это всего лишь существование, а не жизнь. Это ужасно. Это лишь существование. И вы не будете наслаждаться выживанием. И страх постоянно работает на вас. Боже мой. Понимание завета, понимание Господнего благословения, понимание милости, которое приходит с Ним, выводит вашу жизнь на совершенно другой уровень. Оно удаляет весь страх из вашей жизни, независимо от того, что происходит вокруг вас. Вы не ложитесь спать обеспокоенными, запуганными, потерявшими надежду. У вас появляется такое отношение. Бог не злится на меня. Он любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. У меня есть завет. Его благословение пребывает на мне. Он склонен проявлять мне милость. Как я могу проиграть? И меня ничего не может сдержать. Да. Знаешь, пока ты говорил, я думал о стеклянном потолке. Люди говорят, если это стекло, его можно разбить. Но вот женщины на рабочем месте и другие, и прочие вещи. О, у меня не тот цвет. Нет, 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 нет. Послушайте, это не имеет ничего общего с вашим успехом. Нет. Для вас не существует никаких потолков и ограничений. И Слово Божье, если вы будете размышлять над Словом Божьим ночью и днем, Он примирит с вами даже ваших врагов. Да. Эта милость даст вам благоволение у других людей. И вы получите повышение. И вы должны ожидать его. Вы будете получать повышение в то время, когда с естественной точки зрения вы даже не подходите на это место. У вас недостаточная квалификация. У вас нет трудового стажа. Я всегда говорю, когда кто-то спрашивает, откуда мне знать, когда придет это благоволение? И я отвечаю, вот подсказка. Когда кто-то говорит, не знаю, почему я это делаю, готовьтесь восклицать. Это Божье благоволение. И кто-то другой скажет, это нечестно. Да. Ну да? А кто говорил о справедливости, речь не идет о справедливости человеческой. Это благоволение Божье. В 40-м псалме сказано, Слава Богу. «И с того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною». Хорошо сказано. Хорошо. Не правда ли? Сильно. Я знаю, что милость Божья пребывает на мне. Откуда я это знаю? Потому что сатана никогда не выигрывает. В Писании говорит, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Всегда дает торжествовать. Послушайте, знаете что? Спасибо тебе, Господь. Когда Моисей разговаривал с Богом, ему приходилось разговаривать с облаком, потому что Моисей еще не был рожден свыше. Но никто не был рожден свыше, пока Иисус не воскрес из мертвых. И Богу приходилось защищать Моисея от силы своей славы. Ведь если бы Моисей посмотрел прямо Богу в лицо, он сгорел бы дотла. Это убило бы его прямо на месте. А он просто выпалил. «Господь, хочу видеть Твою славу!» И Бог согласился. И послушайте, что он сказал. Он ответил «Хорошо». Да, мне нравится это. «Я спрячу тебя в этой скале, в расщелине этой скалы, и я проведу мою благость перед тобой. И я скрою свое лицо. Тогда ты сможешь увидеть меня сзади. Ты сможешь увидеть проблеск моей славы». Послушайте, что он сказал. «Вы слышите?» Он сказал, «Проходя перед ним, Бог провозглашает завет для того, чтобы защитить Моисея». У него был завет с Авраамом, у него был завет с этим человеком, и он провозглашал его имя. Это завет. Итак, он проходит мимо него и говорит. В одном из переводов это звучит так. «Кого помиловать, помилую. Кому проявить милость, проявлю милость». И он сказал Моисею, «Ты нашел милость или благоволение в глазах моих». Благоволение, да. Да. Итак, «Его благодать превозмогла грех и позволила ему пройти мимо него. Кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею». Да. «Применить это по отношению к Новому Завету». Иисус добыл для нас вечную милость. Да. Вечную благодать. Я сказал однажды Богу. Между прочим, я был с тобой, когда я произнес это. Я чувствовал на себе очень сильное давление. Мы сидели впереди в машине, и мне казалось, как будто бы кто-то придавил мою голову наковальней. Я сказал, «О Боже, если бы я нашел благодать в твоих глазах». Я продолжил свою молитву. Но когда я произнес это, я почувствовал и облегчение, как будто бы тяжесть оставила меня. И ты сказал, «Ты всегда имеешь благодать в его глазах». И мне сразу же пришлось покаяться. Потому что я разрешил этому давлению прийти на меня. Наверное, я где-то не услышал Бога точно. Наверное, я где-то что-то сделал не так. Нет, не делайте этого. Да. Если у меня есть что-либо против кого-либо, если я в чем-то согрешил, я каюсь. Я в твоем распоряжении, Господь. Покажи мне, Господь, и я сразу же изменю это. Да. Это благодать. Аминь. Да. И с этой минуты все изменилось. Если бы ты не исправил меня, я бы продолжал в том же духе. И у дьявола появилась бы целая возможность построить целую систему страха и стену вокруг меня. Не позвольте ему сделать это с вами. Не позвольте дьяволу делать это с вами. И наше время подошло к... Это такое насыщенное Слово Божье. Знаете, брат Хиггин когда-то говорил, «Ребята, для вас будут работать те слова, по поводу которых вы приходите в восхищение». Скажу вам, «Я восхищен». Я в восторге. Религия не делает вас такими. Да. Ты становишься таким, воздавая благодарение Богу, потому что Он всегда дает нам торжествовать во Христе. Да. И когда ты читаешь это, среди всего непотребства, которое происходит в мире, и всего того, что сатана пытается прилепить тебе, и ты поступаешь, как Бог, просто смеешься над всем этим. Да. Аминь. Правда, удивительно, что даже имея более 50, а в моем случае более 48 лет опыта, мы все равно приходим в восторг, как и тогда, когда впервые открывали это Слово. Да, аминь. Мы с Кэролин. Это никогда не устаревает. Недавно Кэролин сказала мне, «Знаешь, я наблюдаю за тобой все эти годы. Мы женаты уже 50 лет». И она сказала, «Я знаю тебя вдоль и поперек. Я знаю, что восхищает тебя. Я знаю, чем ты наслаждаешься, и к чему у тебя пристрастие. Но нет ничего другого, что бы восхищало тебя больше, чем изучение Слова Божьего». Да. И я сказал, «Это правда. Это то, чем я наслаждаюсь больше всего в своей жизни — изучение Слова Божьего». И я помню, как я позволил определенному давлению прийти в мою жизнь. Во-первых, я поступал неумно и не осознавал, что мне нужно отдыхать. И я вымотался. И это был как раз тот случай, когда я изучал Слово Божье днем и ночью. Но изучал его только лишь для того, чтобы проповедовать. Да. Я не питался им так, как следовало бы. В любом случае, мы тогда были в городке Литтл Рок в церкви брата Хэппи Колдвелла, и ты проповедовал там. Я помню это, да. Я еле-еле приволок туда ноги. Я сидел где-то на втором или третьем ряду. Ты вышел на сцену и начал проповедовать о том, чтобы возгревать себя. Я подумал, возгревать себя — хорошо. Да. Я просил Бога, чтобы Он возгрел меня, потому что мне не нравилось мое состояние. Я сказал, «О Господь, возгрей меня». Возгрей меня. И когда Писание говорит «возгревать себя», тогда именно это вы и должны делать. Нравится вам это или нет. Да. Возгревайте себя. Да. Как вы это делаете? Произнося слова, которые возгревают. Да. Он привел меня в тот вечер на твое служение, чтобы возгреть меня. Да. Я использовал для этого тебя. Я сидел там, а ты начал проповедовать свое послание. И вот я начал возгревать себя. Я начал говорить верой. Благодарение Богу, я возгрет. Я возгрет сейчас. Ты сказал, повернитесь к своему соседу и скажите, я возгрет сейчас. Я повернулся к своему соседу и сказал, я возгрет. О, я возгрет сейчас. Это возгревание вышло из меня. Я не чувствовал его. Эти слова просто выскочили из моих уст. И я осознал. Да. А знаете, я возгрет. Мой дух уже был возгрет. И это вышло из моих уст. Я громко закричал. Глории это понравилось, потому что именно ей я это и сказал. Конечно, она сидела рядом со мной. Но я возгрел себя. Господь использовал. Использовал этот случай. Я до сих пор применяю этот принцип. То есть не позволяйте себе остыть. Постоянно оставайтесь возгретыми. Верно. Как это сделать? При помощи слов веры. Вы говорите эти слова веры. Я возгрел сейчас. Чувствуете вы это или нет? И вы, возможно, не замечаете это в своем физическом теле или даже в своем устаршем, изнуренном разуме, пока не придете в соответствующее духовное состояние, и ваш дух не выйдет на передний план. Но тогда вы учитесь хранить свой дух на переднем плане. Именно об этом мы говорим сегодня. На этой передаче. Вы делаете это в благодати и милости Божьей. Аминь. Павел сказал в одном из своих писем к Тимофею, что слова веры будут питать тебя. Питать тебя? Да. Слова веры питают? Да. О, да. И невозможно оставаться угнетенным или в депрессии, или потерявшим надежду, когда вы постоянно общаетесь со Словом Божьим. Именно поэтому Бог сказал Иисусу Навину, «Размышляй над Ним днем и ночью». Днем и ночью. И когда оно станет тем, что ты делаешь с наслаждением, а не как рутинную работу, тогда, знаете, я понимаю, бывают случаи, например, я изучаю его, готовясь к служению, и я настолько погружаюсь в Слово Божие и в общении с Духом Святым, что кто-то должен мне крикнуть, «Время ехать на служение!» Я имею в виду, я настолько погружен, что думаю, «Если бы у меня оставался еще один лишний час, до чего бы я мог дойти?» Вы погружаетесь в него, и помазание Божье сходит на вас. Именно тогда Слово Божие работает для вас. Вот чего не понимает большинство людей, Джерри. Когда действует вера, она как включенный радиатор, от которого излучается тепло. Это невозможно увидеть, но чем ближе вы подходите, тем теплее вам становится. И эта вера в помазание Божье излучается из нашего Духа в ваше окружение постоянно. И чем больше она становится, тем большую площадь покрывает. Вот что происходило с Петром, когда он ходил по тем улицам, когда его тень служила точкой контакта исцеления. Люди попадали не под действие тени Петра, а под действие силы Божьей, которая выходила из него. Дело было не в тени, которая падала на них. Дело было в этом поле помазания, окружавшем Петра. И может произойти, как в том случае, о котором ты рассказывал мне, прежде чем операторы включили камеры. Когда мужчина постучал в твою дверь и сказал, «Я хочу купить ваш дом». А ты еще даже не думал о продаже этого дома. «Я хочу купить ваш дом». И он предложил цену, вдвое большую его стоимость. Такое происходило не один раз. Это работают благодать и благоволение, потому что ты практикуешь свою веру в это. И они работают на тебя, чтобы привести тебя в правильное место в правильное время. Другие идут или навстречу тебе, или уступают тебе дорогу. Когда Келли со своим мужем выставили свой дом на продажу, точнее, они только приняли решение выставить его на продажу, они еще не успели сделать это. Решили, что хотят продать его. И в то утро муж Келли встал и ушел из дома на работу. А Келли хлопотала по дому, занимаясь дочерью, она еще была маленькой, и у нее появилась мысль. Мне хотелось бы пойти погулять этим утром. Она продолжала заниматься своими делами и думала, наверное, я возьму сейчас свою дочь, посажу ее в коляску и выйду на улицу. День прекрасный. Пойду, пройдусь этим утром. Мне нужно двигаться. Она даже не думала о доме. И вот она с коляской идет по дорожке и видит через несколько домов людей, которые стояли перед своим домом. Они обратились к ней, она ответила. Они остановились. Они начали разговаривать друг с другом. Это мой брат и сестра со своими семьями. Если вы случайно услышите, что здесь в этом районе продают дом, то знайте, что они ищут дом. Она сказала, мы приняли решение выставить наш дом на продажу. Ее спросили, а где ваш дом? Келли ответила, вон тот серый домик. Коттедж. Именно на этот дом они и заглядывались. И она сказала, да. Женщина произнесла, о, именно такой дом мы и искали. Вы будете продавать его? Келли ответила, да, этим утром он выставлен как раз на продажу. И они собирались переделывать шкафы и кое-что другое. Они хотели решить, какую цену запросить за этот дом. Представляете? Но они нашли покупателя прежде, чем решили, какую цену запросить. Как в том случае, когда мужчина пришел к тебе с предложением. Да. А ты еще даже не выставил дом на продажу. И она сказала, я хочу заново отполировать мебель. Нет, 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 не делайте этого. Мы сами это сделаем, не тратьте на это деньги. Джерри, они положили на свой счет 4 тысячи долларов для того, чтобы отремонтировать шкафчики, чтобы выставить дом на продажу. На случай, если они примут решение его продать. И вот им говорят, нет, 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 вам не нужно это делать, мы сами это сделаем. И вот у них сохранились эти 4 тысячи долларов, им даже не нужно было их тратить. Все шло как по маслу. И те люди были счастливы. Бог просто благословляет. И через несколько недель они приобрели новый дом, заплатили за него наличными значительно меньше его рыночной стоимости. И у них еще оставались деньги в банке, чтобы переделать все, что они хотели в том доме, вместо того, чтобы тратить их на другой дом, пытаясь продать его. Вот как работает благодать, даже когда вы не знаете, что она работает. Благодать работает. Это благоволение Божье. Да. И много людей скажут, это совпадение. Что? Если это совпадение, тогда почему это происходит постоянно? Да, и в вашу пользу, а не против вас. Знаете, когда я не жил по вере, когда я не жил по вере в благодати, происходило много совпадений, но все они были направлены против меня. Это работает благословение. Это работает благословение Божье. Божье благоволение может дать вам дом, когда это невозможно достать. И Божье благоволение может продать дом, когда никто не продает дома. Или что-либо другое. Да. И неужели есть лучшее время, чем сейчас, в этом сумасшедшем мире, со всем хаосом, который происходит днём, чтобы Божье благоволение работало на Божий народ? Аминь. И когда это происходит, тогда остальной мир спросит, «Как вы это делаете?» Как вы это делаете? И мы сможем засвидетельствовать, это Бог, которому мы служим. Аминь. Это благословение Божье на нашей жизни, и это Его любимое занятие. Позвольте сказать вам кое-что. Не выходите из своего дома, например, когда идёте на работу, со словами, «Я просто не понимаю, меня всё раздражает, я не понимаю, почему». Эти люди приходят сюда, раздражают и злят меня. «Я бы хотел, чтобы меня оставили в покое». Нет, 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 нет. Только не начинайте такое. Скажите, «Слава Богу, сегодня у меня есть благоволение Господне». И я уверяю, мое агентство по продаже автомобилей наполнено машинами. Слава Богу. И я знаю, что Бог сейчас работает над людьми по всей стране. Люди, которых, я даже не знаю, ищут меня. Они ищут машины, которые я выставил на продажу. И сейчас кто-то выставил на продажу машину, которую я приобрету по правильной цене. И кто-то ищет эту машину. Почему? Благословение Господне. Оно обогащает. Благословение Господне — это благодать Божья в действии. Благодать Божья в действии. Благодать Божья в действии. Верно. И знаешь, кто-то скажет, «Я не верю в то, что, когда я буду говорить подобным образом, это что-то даст». Послушайте. Книга Иова, 22-28. «Положишь намерение, и оно состоится у тебя». Но послушайте, как оканчивается этот стих в расширенном переводе. «И свет Божьего благоволения осветит твои пути». Итак, высвобождение благоволения напрямую связано с тем, что исходит из ваших уст. Положишь намерение, говорите его. Вставая каждое утро, я не оставляю свой дом, не провозгласив. Божье благоволение опережает меня сегодня. Божье благоволение проявляется на мою пользу. Божье благоволение изменяет правила, предписания и политику, если это необходимо. Божье благоволение открывает двери, которую не может закрыть ни один человек. Я исполняю то, что написано в книге Иова, 22-28. Я поразглашаю это, и мне так нравится, здесь сказано, и оно состоится у тебя. Одно из значений слова «состоится» на Еврите — это стать обычным явлением. И так, когда я поразглашаю Божье благоволение, оно становится обычным явлением. И в конце концов люди скажут, «Меня уже много лет называют Джерри Савелл. Вы самый удачливый человек, которого я встречал». Нет такого понятия, как «удача». Нет удачи тут. Распространенное явление — это неудача. Это милость Божья, высвобожденная вокруг меня. Кстати, в 13-м стихе 5-го псалма сказано, что его благоволение венчает нас. В расширенном переводе сказано «окружает нас». Вокруг меня постоянно находится это поле благоволения. Писание сказано «щит благоволения окружает меня повсюду». Писание также говорит, что благоволение Господне — это стена. Стена. Да, это 5-й псалон. Именно поэтому сатана так разозлился на Иова. Да. Вы построили стену вокруг него. Благословение Господне. И теперь вы можете видеть, что благоволение и благословение — это поток Божьей цели и путей. Писание также говорит, «умножение приходит через плод уст, не через лучшую работу, не через повышение зарплаты. Умножение веры и слов». Именно об этом ты говоришь. Это высвобождение милости и благодати Божьей. Это стена, которая возвышается вокруг вас. Не приходит с небес. Эта стена исходит из вас. Да. И она становится больше и сильнее. Это поле силы, силы Божьей, которая работает вокруг вас. И теперь ваши ангелы работают, провозглашая, утверждая определенные вещи. Слова, которые исходят из ваших уст, начинают управлять тем, что будет работать на вас. Это не совпадение. Это действие силы Божьей на небесах. И земле. Действие силы Божьей на небесах и на земле. Слава Богу. Знаешь, однажды я был в Европе. Это было несколько лет тому назад. Согласно моему расписанию, мне нужно было возвратиться к определенному времени. И, закончив все, чем я занимался там, я решил вернуться раньше. И я не мог найти рейс. Все рейсы были забронированы. Я хотел вернуться домой на несколько дней раньше. Я связался с авиалиниями, но мне сказали, извините, все места забронированы. Нет ничего свободного. Но я начал исповедовать благоволение Божье. Я поразглашал, что благоволение Божье опережает меня. Благоволение Божье окружает меня. Благоволение Божье пребывает на всем, на каждой части моей жизни. Я начал исповедовать Божье благоволение. Я принял решение, что все равно еду в аэропорт. Я собрал свои вещи. Мой директор отвез меня в аэропорт. Мы приехали, я встал в очереди и сказал, мне нужно попасть на сегодняшний рейс в Даллас-Форт-Форт. Служащая посмотрела все и сказала, извините, сэр, все забронировано. Нет свободных мест. Я сказал, мне уже это говорили, но это может измениться. Она переспросила, что? Я повторил, это может измениться. Она спросила, что заставляет вас думать, что это может измениться? Я ответил, я основываю это на Слове Божьем, видимое временно и подверженное изменению. И я верю, что попаду на этот рейс. Она ответила, я только что объяснила вам, что это невозможно. И я сказал, что ж, у меня есть благоволение. Она спросила, у кого? Я ответил, у Бога. И для нее это глупость. Она не знает, о чем ты говоришь. Она не имеет представления, о чем я говорю. Да. И между прочим, когда я... Но ей не нужно иметь представление. И когда я сказал, у меня есть благоволение у Бога, она ответила, все равно. Да. И в ту минуту, когда она произнесла это, туда подошла еще одна женщина, и на ее бейджике было написано администратор. Она подошла и спросила, я могу вам чем-то помочь? Я ответил, да. Мне нужно попасть на этот рейс Даллас-Форт-Форт. Она подошла к компьютеру и сказала, кажется, все забронировано, но подождите минутку, я сейчас вернусь. Она вошла обратно в кабинет и потом вышла оттуда и сказала мне, знаете, у нас было одно место, зарезервированное для чиновника, который должен был вылетать сегодня. Я только что перезвонила в его офис, чтобы убедиться, что он вылетает, а он передумал. Он хочет вылететь через несколько дней позже, и я могу дать вам его место в первом классе. Вас устраивает? Это все, что тебе нужно. Я сказал, да. Это и есть благовление Божье. Я посмотрел на эту женщину, которая спорила со мной, и я сказал, вот это благовление Божье. А она продолжила, да хоть что угодно. Иначе говоря, я не понимаю этого, это всего лишь совпадение. Я повернулся к своему директору, и мы с ним рассмеялись. Потому что благовление Божье проявляется подобным образом все время. Много людей думают, что это совпадение или удача, но это не то, что я пытаюсь попробовать. И я не экспериментирую с этим. Для меня это откровение. Это то, что я делаю каждый день в своей жизни. Если бы ты просто пробовал делать это, то никогда бы не поехал в аэропорт. Ты бы поверил и... Правильно. Начнем с того, что... Вера — бессоответствующий дел. Да, но что, если бы я поехал в аэропорт и не получил бы билет? Ну и что? Возвращайтесь домой. Да. Прославляйте Бога и благодарите Его. Скажите, я продолжаю верить в благоволение Божье. Я буду продолжать ходить в этом и верить Богу. Если ты можешь показать мне, в чем я ошибся, я приму это. Я верю, что я принимаю это. Но я знаю, это слово Божье. Я возрастаю в нем. Я учусь. Это наслаждение. Вы будете получать больше удовольствия, чем когда-либо в своей жизни. Вот одна из моих любимых историй. Много лет тому назад я был в Южной Африке. Я поехал проповедовать селение Зулу. Пока я был там, вождь этой деревни подарил мне потомственное копье, которое передавалось из поколения в поколение. Этот подарок был очень дорог мне. Я оценил это. Конечно. Я готовился вылететь из Йоганнесбурга обратно в Лондон, а потом в Даллас-Форт-Форт. Но у меня в руках было это копье. Я везу его в аэропорт. Я не хочу отдавать его багажное отделение. Я не хотел рисковать, чтобы оно сломалось. Я стою там. Стою в углу с этим копьем. Конечно же, это было еще до событий 11 сентября. Но все равно я держу это большое копье. Да, в Южной Африке это до сих пор остается проблемой. И женщина спросила, что вы собираетесь сделать с этим копьем? Я ответил, я хочу взять его на борт вместе с собой. Она сказала, вы не можете его взять с собой на борт? Я ответил, я не хочу отдавать его в багажное отделение. Я объяснил, почему. Это подарок, и для меня он очень дорог. Но она сказала, извините, вам придется сдать его в багаж. Я ответил, я не могу этого сделать. Уверяю, это копье слишком драгоценное для меня, чтобы сдавать его в багаж. Я не хочу рисковать, чтобы его сломали. Она ответила, мы ничем не можем вам помочь. Есть правило. Когда она произнесла это, я сразу же подумал, да, а благоволение Божье изменяет правила. Благоволение — это благоволение. Что ж, за мной стоял один мужчина. Я даже не заметил, что он там. Он похлопал меня по плечу. Я обернулся. И оказалось, это капитан Южно-Африканских авиалиний. И он спросил, на каком вы рейсе? Я сказал ему. Он ответил, я лечу этим рейсом в Лондон. Вот что я сделаю. Я возьму это копье с собой в кабину. На каком рейсе вы вылетаете из Лондона? Я сказал. Он продолжил, я знаю пилота этого рейса. Он возьмет это копье в кабину с собой. Мое копье пролетело всю дорогу в кабинах с двумя пилотами. Я сказал, это благоволение Божье. Это благоволение Божье. И что восхищает, когда вы живете таким образом, вы начинаете ожидать этого и надеяться на это. И когда вы приходите куда-то, и вам говорят, у нас нет мест, вы начинаете улыбаться и осматриваетесь вокруг. Да, улыбаетесь. И кто-то скажет, брат Коплант, у нас есть свободное кресло, если вы хотите им воспользоваться. Это просто восхитительно. И знаете, Господь научил меня кое-чему много лет тому назад. И людям нужно подхватить это. Он сказал мне много лет тому назад, не имея значения, насколько незначительным или неважным это может казаться, в ту минуту, когда ты видишь, как милость Божья проявляет себя, громко скажи, сразу же, на месте, независимо от того, кто присутствует там. Это благоволение Божье. Это благоволение Божье, да. Я делаю так больше сорока лет. Да. Бог сказал, если ты будешь делать это, тогда ты будешь больше осознавать благоволение и ожидать его. И когда оно проявится, оно не удивит тебя. Здесь есть очень важное слово. Да. Ожидать. Чем больше вы ожидаете его, тем больше оно происходит. Да. Чем больше оно происходит, тем больше вы его ожидаете. Чем больше вы его ожидаете, тем больше оно происходит. И доходит до того, что вы просто можете смотреть телевизор, вы слышите Нас ожидает то-то и то-то Это пойдет вниз, а это вверх и так далее А вы сидите и говорите, о нет, не в моем доме Я имею благоволение Божье У меня есть такая привычка Если я слышу по CNN или по другому каналу плохие новости Я говорю, возможно так будет в вашем доме, но не в моем Я верю, что я увижу что-то более вдохновляющее И я включаю Энни Гриффита Да Потому что я знаю, что он заставит меня смеяться А веселое сердце благотворно, как врачество Наше время подошло к концу Мы с братом Джерри вернемся Я так восхищен Божьей благодатью и Божьим благоволением И я помню Мои неудачи так повлияли на меня И я знал Что я много лет убегал от Бога Я делал это намеренно Да И я знал, что я призван проповедовать Но я не хотел иметь с этим ничего общего Я всегда сомневался Я не осознавал этого Когда мне было уже за 25 Я все-таки пришел к Богу и принял Иисуса как своего Господа и Спасителя Я никогда не слышал и ничего не знал о Божьей благодати Я ничего не знал о благоволении Божьем Вы шутите? Я считал большим благословением и счастьем Что Он не убил меня Что Он позволил мне жить после всего Вот что делает с вами греховное сознание И целых пять лет я пропускал призвание Божье Потому что я чувствовал себя таким осужденным Из-за того, как жил прежде И я не знал, что я родился заново Я не знал, что все прошлое исчезло Верно У меня все еще оставалось греховное сознание И я позволял греху ограничивать себя И я был совершенно иным Да Но я не знал этого Я потерял почти целых пять лет Более четырех с половиной лет В которых я должен был пребывать в совершенной воле Божьей Я потерял их И прошел через самый опасный период в моей жизни Моя семья чуть не погибла Короче говоря, тот кит проглотил меня Он проглотил меня точно так же, как и Иону Да Но я не знал этого Да Зато я нашел местописание Я не пробыл в университете Орла Робертса И нескольких дней Когда натолкнулся на это Точнее, не я натолкнулся на это Бог показал мне Что Его милость Пребывает Да Вовек И тогда я нашел еще одно местописание В котором сказано Иисус умер за нечестивых Я подумал, это точно обо мне, не так ли? И милость Его Вовек И это начало снимать с меня Тяжелое давление осуждения И страдания Из-за того Что сделал я И пришло осознание того Что совершил Он Вместо того, что я сделал Верно Аминь Да Это все изменило Это изменило ситуацию на протяжении часов Ни дней, ни недели, ни месяцев Это был вопрос нескольких часов Когда это становится откровением Не остается больше никаких разногласий по этому поводу Понимаете? Я считаю, это помогло мне в этом Потому что я был точно такой же, как ты Я убегал от Бога Я услышал Божий зов в возрасте 11 лет В 1957 году Когда смотрел передачу Орла Робертса по телевидению Но я не захотел принять его И, конечно же, вы живете своей жизнью Но в конце концов приходите к Богу И вы думаете «Да, а что же делать со всем тем, что я совершил?» Насколько Бог примет меня Зная все то, что я совершил Я знаю, что Он любит меня Но где-то в Его мышлении Всегда будут оставаться воспоминания о том Что я совершил раньше И больше всего мне помогло избавиться от этого То предложение, где Павел сказал «Вместите меня» Я никого не обидел И я подумал Павел Поймал его на лжи Неужели апостол Павел лжет? Да Со мной произошло то же самое Потому что, когда он сказал «Вместите меня», я никого не обидел Я сразу же вернулся в книгу Деяний И прочитал, как он держал одежду мужчин Побивающих камнями Стефана Он бросал христиан в тюрьму Он выносил им смертные приговоры И после этого ему хватает дерзости писать «Вместите меня», я никого не обидел И тогда до меня дошло Это реальность праведности Да Это реальность праведности Да Это реальность благодати Милости И благоволения Павел пишет о человеке, который сейчас понимает завет Да Он понимает праведность Этот прежний человек умер Этот прежний человек умер Тот человек, который держал одежду побивающих Стефана Умер по дороге в Дамаск И появилось новое творение Мне кажется, так же интересно, что именно этого человека Бог использовал Чтобы открыть тайну завета Тайну благословения Да Тайну правильного положения перед Богом Когда вы больше не чужды этому откровению Ваша жизнь Приобретает новые значения Один из переводов книги притчей 10.22 Где сказано Благословение Господне обогащает Говорит, оно делает жизнь богатой Да Вы начинаете жить жизнью В полном смысле в каждой сфере До переливания через край Знаешь, я помню то время, когда я начал слушать твои проповеди И, конечно же, я еще жил в Шрифпорте Один из проповедников предупредил меня «Будь осторожен с этим Копландом» Я спросил «Почему?» Он ответил «Он впал в крайности» Я спросил «Что вы имеете в виду?» Ну, он просто вырывает отрывок из Писания И он не проповедует весь Совет Божий Я подумал «Этот человек пребывает в служении дольше, чем я живу» Возможно, мне стоит прислушаться к тому, что он говорит Но я продолжал слушать твои проповеди И, наконец, меня осенило Этот проповедник прав Брат Копланд действительно впал в крайность Он крайне благословлен, крайне исцелен, крайне успешен Я верю, что я тоже стану Крайне спасен Да Аминь Да Ведь это часть Завета Это приведет вас к крайностям Знаешь, Джозеф Принц сказал такую вещь Вы не проповедуете о благодати, пока вы не проповедуете о радикальной благодати Или вместо слова «радикальный» Можно сказать «крайний» Это радикально Это крайне Это крайне хорошо Да Крайне по-божьему Таким образом, говоря о крайности Они хотят сказать «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой» Но это правда Вот почему это так хорошо И причем в общей сложности Он силен обогатить вас всякой благодатью У меня есть друг, который учился в библейской школе Рэма В Талсе, Оклахома Один из студентов Решил провести углубленное исследование слова «все» «Все» И он изучал его в разных переводах Он изучал его во всем Писании С разных точек зрения Узнав, как надлежит исследовать слова Пришел к заключению Что «все» — это значит «все» Да, ты прав Там, где сказано «все» — это значит «все» Да, верно Бог имеет в виду «все» Не только половину Да Но Бог настолько крайний в своих суждениях Что даже через миллионы лет Мы не можем достичь его крайних границ Но Писание говорит Что мы, укорененные и утвержденные в любви Сможем постигнуть со всеми святыми Долготу и глубину и высоту и ширину И познать Иметь близкие отношения с любовью Христа Помазанного Да И дальше сказано Что Бог сделает что? Он может сделать несравненно больше всего того О чем мы просим Или помышляем Дабы вы исполнились Да Всею полнотою Божьей Не маленькими кусочками Бога Да Полнотой Божьей И Он может обогатить вас всякой благодатью Всякое означает всякой Дженри Да Да Я уже счастлив Я восклицаю Лучше ты продолжай Делай что-то Делай Аминь И вот ключ к этому Когда Бог может сделать несравненно больше всего того О чем вы просите или думаете И дать нам пережить всю благодать И обогатить всем Это происходит прямой пропорцией к вашей способности постичь это Если это не является откровением для вас Похоже, вы никогда не увидите, что Бог сделает это Хотя он желает этого Но в третьей главе послания к Ефесянам Павел начал эту молитву с того Чтобы мы смогли постичь со всеми святыми То есть, если у меня нет откровения И укоренение утверждения в любви Также является частью этого Да, это откровение Да Если вы можете постичь, что Бог любит вас настолько Тогда готовьтесь Он сделает несравненно больше всего того О чем вы можете просить или думать Но если это не является откровением для вас Если вы чужды этому Как он говорит во второй главе послания к Ефесянам Если вы чужды заветов обетования Если вы чужды его любви Если вы чужды его благословению и его милости И его доброте и благости Да Тогда не похоже, что вы увидите эти проявления Хотя Бог готов совершить их 144-й псалом Щедр и милостив Господь Долготерпелив и многомилостив Когда вы можете постичь это Это открывает дверь Неограниченным проявлением Божьей любви Божьей доброты и Божьей милости И вы поднимаетесь каждое утро, думая Так благость и милость досопровождают меня По всей дне жизни моей Да, по всей дне жизни моей Господь любит меня Он любит меня так же сильно, как Он любит Своего Сына Иисуса Он не злится на меня Он милости, в Его милость неисчерпаема И когда это откровение работает внутри вас Оно также вырабатывает у вас мышление победы Мышление постоянного торжества В книге Исаии 54-17 сказано Никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно И далее Это наследие рабов Господних А в другом переводе сказано И торжество над всяким противостоянием Это наше наследие Иначе говоря, Бог создал нас побеждать Бог создал нас превосходить Бог создал нас возвышаться над всем Что сдерживает остальных Угнетает остальных Слава Богу Мне нравится говорить людям Разница между вами и остальным миром В 3-м псалме 9-м стихе Над народом твоим твое благословение Когда вы идете на работу На вас пребывает то, о чем мир ничего не знает Это называется Господним благословением И вместе с этим благословением приходит благоволение Божье У вас есть преимущества на работе У вас есть преимущества в сфере бизнеса У вас есть преимущества Во всем том, к чему простирается ваша рука, у вас есть преимущества Вот что делает для вас благоволение Божье. Одно из значений выражения благоволения Божье — это преимущество. Преимущество. В Библии сказано «Благослови душа Моя Господа и не забывай все благодеяния Его». Вот что делает Божье благоволение. Оно производит благодеяние. Оно вызывает повышение. Оно способствует тому, что вам будут оказывать предпочтения. Оно откроет двери, которые не сможет закрыть ни один человек. Подумайте обо всём том, что вы упускаете, если вы чужды этому, если вы не знакомы с этим. Но когда вы знакомитесь с этим, когда это становится откровением для вас, тогда вы каждое утро просыпаетесь с позитивным настроением, не просто потому, что вы мыслите позитивно, но благодаря тому, что Завет Божий произвёл это внутри вас. Вы встаёте каждое утро, ожидая, что Божье благоволение будет проявляться, ожидая, что благословение проявится. И мне нравится говорить так. Меня никогда не удивляет, что Божье благоволение проявляется в моей жизни каждый день. О, слава Богу. Меня удивляет, как Бог это совершает. Да, аминь. Я буду искренним. Мне нравятся сюрпризы. Несколько дней тому назад ты сказал это. Очень важно это осознавать. Потому что если вы не признаете это, вы не будете замечать всех тех мелочей, которые Бог совершает для вас. И неожиданно все эти громкие и мирские вещи начинают лезть вам в глаза. Вы начинаете признавать их. Да. Да. Что же мы будем делать? Да. Да, да, да. А что если изберут такого-то? Что мы будем делать? А что если его не изберут? Что мы будем делать? Нет, 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 нет. Начинайте осознавать. Да. Благословение Господне. И не важно, если оно проявилось только в том, что открылся застрявший ящик комода. И вы думаете, о, это благословение Господне. В нашем доме эту фразу можно услышать постоянно. Все время. Все время. Так и должно быть. Даже если кто-то просто освобождает мне место на парковке перед торговым центром, чтобы мне не пришлось ехать в самый конец торгового центра, я говорю, это благоволение Божье. Я и ожидал, что прибаркуюсь, когда приеду туда. Или я готовлюсь оплатить свой счет в ресторане. И мне говорят, его уже оплатили за вас. Все время. Официантка тогда услышит от меня, это благоволение Божье. Это благоволение Божье. Или если служащий аэропорта находит мне место, когда его не было. Это благоволение Божье. Джерри, как-то мы сели на самолет. Это было еще до того, как мы начали летать на своем самолете через океан. И вот мы летим в Лондон. И мы собирались провести несколько дней в Лондоне, в небольшом тихом отеле, который нам очень нравился. Хотели отдохнуть там парочку дней, а оттуда мы собирались лететь в Южную Африку. И в то время, чтобы попасть туда, приходилось лететь через полпланеты. Потому что там была политика апартеида. И вот мы сели на самолет до Нью-Йорка, чтобы в Нью-Йорке пересесть на самолет в Лондон и так далее. И вот мы сели в самолет. И неожиданно я смотрю, что по проходу между креслами идет мужчина с инструментами в руке. И я осознал это, когда он прошел мимо меня. Это была какая-то деталь с приборов навигации. Точнее сказать, это был курсовой радиомаяк. Я сказал, Глория, у нас проблемы с радио. Мы продолжаем сидеть там. Какая мне разница? Слава Богу, аминь. Мы сидим в креслах. Он проходит мимо по проходу. Они провели там несколько минут. Замешкались немного. Он что-то вытащил, сделал то, все это. Возвращался, приходил. Они закрыли дверь. И мы взлетели. Мы слегка опаздывали. Он начал буксировать судно хвостом назад. И мы выруливали. Но он остановился и развернулся. Я сказал, Глория, радионавигация не работает. И мы пошли в кабину. У нас есть аппаратура и так далее. И они начали работать над этим. Когда мы в конце концов отбуксировались, мы уже опаздывали на наш рейс в Лондон. Из Нью-Йорка в Лондон. Да. Конечно же. Мы прилетели туда очень поздно ночью. Нас всех привели в маленькую комнатушку. И объявили, что мы пропустили наш рейс. Стыковочный рейс. Люди начали вести себя как обезьяны. Все разозлились. Да. Они собрались вокруг конторки и начали орать. Они начали отчитывать агентов. Как будто бы те могли что-то изменить. Мы с Глорией просто стояли неподалеку. Я смотрел на Глорию и улыбался. Если вы не ходите в любви, вы не ходите в благоволение. Потому что такое поведение останавливает его. Мы просто прославляли Господа и молились духи. Мы совсем не расстроились. Джири, там стояло, наверное, сотни людей, которые орали и возмущались. А сотрудники аэропорта пытались справиться с этой необузданной толпой. Какой-то мужчина прошел в небольшой проход. Там были ограждения. Они установили ограждения, которые окружали стойку. Я посмотрел на него. Когда я посмотрел на него, он обернулся и посмотрел на меня. Как будто бы он искал меня. Он посмотрел на меня, я посмотрел на него. И внутри я сказал себе, «Вперед». Мы начали приближаться. Именно тогда он сказал нам, «Подойдите сюда». Мы встретили его на полпути туда. Да. Он спросил мою фамилию. Я сказал ему. Я рассказал ему, чем мы занимаемся. И что мы пытаемся найти рейс из Нью-Йорка в Лондон и прочее, чтобы отдохнуть несколько дней в Лондоне. Он предложил, «А вы не хотели бы отдохнуть в Нью-Йорке так же хорошо, как вы отдохнули бы в Лондоне?» Я сказал, «Да». И в то время самолеты южноафриканских авиалиний не летали каждый день, как остальные самолеты. Верно. И на них можно было лететь только один или два раза в неделю. И он сказал, «Хорошо. Вот ваш номер в отеле. И, между прочим, это отель Ритц. Вот ваш ваучер для питания, вот ваш ваучер для такси, если вам нужно будет поехать куда-нибудь». И так далее, и так далее, и так далее. Я сказал, «Прекрасно». И в это время остальные все еще возмущались и орали изо всех сил. Да. А я сказал, «Глория». Слава Богу. Это благодать и благоволение Господне. Мы сели в небольшой шаттл, и нас отвезли в отель. Мы вошли в наш номер. И скажу вам, я даже и не знаю, сколько мог стоить тот люкс. Да это и не важно. Мы узнали, что этот номер совсем недавно был отремонтирован. Совершенно новый номер. И мы остановились в этом новом номере. Такое благословение. Наше питание было оплачено. И вот что скажу вам. Мне даже не хотелось никуда выезжать. Я уже был доволен по уши. И Глория тоже. Там стояла огромная красивая кровать, хороший номер. Мы просто отдыхали там два или три дня и делали то же самое, что мы намеревались делать в Лондоне. Да. И когда мы уехали оттуда, мы были уже отдохнувшие и счастливы. И мы получили значительно лучшее обслуживание, чем то, которое мы могли бы получить в Лондоне. Вот как работает Божье благоволение. Это Божье благоволение. Но оно не будет работать, если вы не признаете его и не ожидаете его верой. Аминь. И вместо того, чтобы думать, да кто я такой, чтобы получить такое благоволение от Господа? Нет. Это говорит ваше греховное сознание. Хотите, я скажу вам, кто вы? Вы сонаследник со Христом Иисусом. Вы наследник престола. Бог видит вас через призму крови Иисуса, через Слово Божие, через имя Иисуса, через благодать, через честь Иисуса Христа из Назарета. Если вы уже поняли, что Иисус должен ездить первым классом, тогда и вы должны ездить первым классом. Если вы понимаете, что Иисус должен ездить на самой лучшей машине, то и вы должны ездить на самой лучшей машине. Благоволение Божие. Это благоволение Божие. На меня сошло вдохновение проповедовать. Аминь. Знаешь, однажды я был в Южной Калифорнии, и между служениями у меня был один день выходной. Я пришёл в торговый центр и собирался поискать костюмы в магазине мужской одежды. Я вошёл в него и начал присматриваться к костюмам. Продавец подошёл ко мне, начал показывать мне всё, что у них есть. Я примерил несколько костюмов. Я уже хотел было пойти к прилавку и рассчитаться. Сзади подошёл мужчина. Он говорил, как Рокки Бальбоа. Он похлопал меня по плечу и сказал, «Я знаю, кто вы. Я смотрю вас по телевизору. Вы выдаёте хорошую информацию». И он повернулся к продавцу. Оказалось, это владелец магазина. Я не знал его. Но он сказал, «Вы выдаёте хорошую информацию». Я распорядился продавцу, сделала ему 50% скидки. Этот человек выдаёт хорошую информацию. Потом он опять похлопал меня по плечу и сказал, «Я прав?» Я ответил, «Да, вы правы». И он сделал мне скидку 50% на этих костюмах. И продавец сказал мне, «Я ещё никогда не видел, чтобы он сделал такое». Я сказал, «Это благоволение Божье». Он спросил, «Как вы его получили?» Хороший вопрос. Да, «Как его получили?» Об этом речь, как его получить. Но наше время подошло к концу. И хочу сказать это, чтобы подкорректировать кое-что ваше мышление. «Ну, это происходит потому, что вы проповедники». Нет, 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 нет. Минуточку. Я заходил в магазины, и когда я входил в них, ко мне приходило слово от Господа, «Иди и дай этому мужчине 200 долларов». Что? Он собирается приобрести себе одежду. Да. Это не потому, что он проповедник. Это работает не из-за того, что вы проповедник или кто-то знает вас. Это потому, что вас знает Бог, и вы верите об этом благоволении, и Бог всё устраивает. Да. В то время, когда ещё никто не подозревал о моём существовании, я как-то зашёл в магазин, чтобы рассчитаться за костюм. Я уже был готов выписать чек, когда парень сказал мне, «Один мужчина пришёл сюда, и пока вы примеряли свой костюм, он заплатил за него». Я сказал, «Чудесно!» «Чудесно!» Да, это благоволение. Это благоволение Господне. Пятница, как всегда на наших передачах, является днём пожертвования. И Господь дал мне указание использовать это местописание. Я читаю его каждый раз, если Господь не изменяет свои указания для какого-то определённого дня. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь» или на греческом «зоа» «саму жизнь и саму сущность Бога». Саму сущность Духа Божьего. Он говорит здесь, что когда вы слышите слово «наставляемый» и вы принимаете наставление, сразу же спросите у Господа, «Господь, что мне посеять служение брата Копланда или брата Севейла, пребывая в вере о том, что я услышал?» И мы не говорим о какой-то сумме. Дело не в этом. Дело в послушании. Исполняйте всё то, что Господь скажет вам. И что произойдёт? В ту минуту, когда вы сеете, принимая слово, и благодаря за него вы сеете в дух, и вы пожинаете «зоа», жизнь Божью. «И то, что вы услышали, становится вашим откровением, а не только моим откровением или откровением Джерри. И оно начинает укореняться. И тогда дьявол не может сразу же прийти и украсть его из вашего сердца». Итак, узнайте у Господа. Вот что скажу ещё. «Если вы хотите жить в благодати, сейте в благодать. Если хотите жить в мире, сейте в этот Божий мир». Аминь. Потому что это Писание относится ко всему этому. Верно. Но конкретно оно говорит о том, когда кто-то учит вас Слову Божьему. Сейте в отношении к этому и принимайте. А сейчас, Отец Небесный, мы молимся за наших зрителей. «Во имя Иисуса откроем, Господь, чего ты ожидаешь от них в этом случае». И мы высвобождаем помазание умножения во имя Иисуса. Помазание умножения во имя Иисуса. Аллируя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Помните, если вы пропустили какую-то передачу, посетите наш сайт в интернете kcm.org.ua, а также ободряя вас стать членом хорошей церкви. До встречи. Это Канет и Джерри напоминает вам снова, что Иисус Господь.